Доброго дня, дорогие друзья в Дхарме! Надеюсь, что вы хорошо поели, с комфортом, вам было не слишком тепло. Прежде всего, дорогой Алама Оле, дорогие друзья в Дхарме, я не вполне уверен, сегодняшняя лекция будет транслироваться в интернете или нет. Будет. Хорошо, очень хорошо. Также всем зрителям в мире, я также хотел бы пожелать вам, конечно, доброго утра, доброго дня и доброго вечера. И действительно, очень большое счастье быть со всеми вами. Как я говорил вчера, у нас только несколько дней, которые мы проведем вместе, и намереваюсь извлечь максимум из них. В плане, я постараюсь, чтобы мы напомнили себе о том, как далеко мы продвинулись, что мы больше всего любим в нашей жизни. Конечно, все это будет делаться, в частности, сегодня, посредством того, что мы будем разбирать эти драгоценные вневременные учения, которые называются «37 практик Бодхисаттвы». Я уверен, что многие из вас знакомились с этой литературой, и кто-то из вас, возможно, нашел это интересным, кто-то из вас подумал, что это его немного запутало. Для некоторых это было даже полезно. И все хорошо. Особенно если вы запутались, это еще лучше. И, наверное, это лучший способ провести время вместе. Конечно, мы все любим вместе медитировать, потому что, в конечном счете, это та память, которая у нас есть, тот опыт, который у нас есть. И для того, чтобы действительно соприкоснуться со сердцем или со стержнем, ядром, нам нужно медитировать. И поэтому, когда вот это время для медитации используется для того, чтобы слушать чью-либо лекцию, это, наверное, небольшое противоречие. Но, тем не менее, посредством того, что мы уделим немного времени размышлению над смыслом этих слов, над тем, как они составлены, в частности, с какой мотивацией автор, в данном случае, бодхисаттва, великий бодхисаттва, совершенный бодхисаттва Тобми Занко, практикующий, который жил в Тибете, в древние времена, можно сказать. И вот, проходя то, что он постарался сложить, сочинить, это показывает нам, как мы всегда пытаемся подытожить, вот что означает «моя жизнь» или «я любая жизнь», что она означает. Мы стараемся всегда в нескольких словах это выразить, но сталкиваемся с тем, что это не так легко. Вот если мы попытаемся описать даже события одного дня, с того момента, когда мы сегодня проснулись, и до сих пор, если мы постараемся все подытожить в нескольких словах, или же в нескольких главах, или в нескольких книгах, мы могли бы написать энциклопедию, возможно, но все равно это не было бы объективным. И поэтому это, на самом деле, невозможная задача, и поэтому не только сегодня, но и потом, сами, когда вам будет удобно, дома, на работе, во время пауз, если вы будете проходиться по этим учениям, вы придете к пониманию того, что это удивительная книга. Это как нас удивляет, когда мы видим очень интересное произведение искусства любого рода. Нас всегда удивляет, как эти вещи, как этих вещей можно достичь. И мы находим это, девчонки, интересным, не только интересным. Это литература, вот эта литература, способна подытожить, в принципе, все путешествия, от восхода до захода солнца и какие-то повторения. И поэтому, если поразмышлять интенсивно или же согласно нашим способностям над этими учениями, мы увидим, что действительно сила, которая вот этого автора подтолкнул, или же любого из великих авторов, подобных ему подтолкнул к тому, чтобы подытожить учения Будда Дхармы, это то, что в крайнем счете, это не что иное, как сочувствие, потому что нет другой силы, можно сказать, в этом мире или же в нашей жизни, которое может дать, например, такой драйв или энергию, или силу, или энтузиазм, чтобы посвятить не только несколько часов или дней или недель, но всю жизнь посвятить тому, чтобы развивать такие учения, разрабатывать. И поэтому ответ на то, как это возможно, как такие шедевры возможны, как их возникновение, это просто вот это сочувствие. Итак, это, конечно, очень амбициозная задача постараться пройти всю книгу за несколько часов, но с нашим устремлением, с нашей искренней мотивацией чему-то научиться, для себя и также не только для себя, но и для всех других, для всех существ, я уверен, что мы сможем за что-то зацепиться и сделать это практичным, применять это в нашей повседневной жизни. Я имею в виду, что уже те добродетели, которые вы применяете каждый день, вы увидите, что очень многое вам напомнит о них, когда вы будете читать эту литературу, и иногда вы будете видеть, что вы именно это и делаете, то, что здесь написано, и поэтому вы почувствуете, чувствуете, что вы чего-то достигли, и одновременно вы увидите также много новых задач, и там вам нужно будет почувствовать, что это никогда не скучно, и у вас есть бесчетное множество новых приключений вас ждет. И я очень счастлив воспользоваться этой возможностью, поделиться этим с вами. И вот хочу еще отметить, что большинство этой литературы сочинялось в те периоды времени, когда культура, язык и менталитет были такими, другими, поэтому иногда это может казаться, особенно если мы читаем это сейчас в наше время, в нашу эру, что некоторые формулировки, которые используются здесь, устарели. Но об этом не нужно беспокоиться. Вы зацепитесь за то, что вы сейчас понимаете, а остальное прояснится в свое время. поэтому нет нужды чувствовать, что вы обязаны что-то сделать, и что вы не способны это сделать, и ситуация не позволяет вам этого сделать. Просто наслаждайтесь и слушайте. Итак, сначала мы с чего мы начнем? с принятия прибежища в Будда Дхарме и Санхе, Будда Дхарме и Санхе, и затем мы также взрастим Бадачитту. Я думаю, что это хорошее введение для завтрашнего дня, потому что обычно это конечно, если посмотреть на постепенную эволюцию, когда достигает какой-то финал, наверное, это лучший способ, но также нам не нужно чувствовать, что каждый раз мы должны начинать с нуля. кто-то из нас согласно нашим характерам, личности, возможно, что мы уже с половины пути начинаем, или же кто-то из вас уже на грани того, чтобы быть пробудившимся, пробужденным, а кто-то из нас в самом начале находится, и это просто вопрос языка в основном. Это не высечено на камне, что мы рождены начинающими, это язык построен таким образом, формулировки, чтобы те из нас, кто стараются соприкоснуться с какими-то формулировками, вникнуть в них, чтобы это было более доступно и понятно, чтобы у нас был постепенный путь, и я думаю, что очень хорошо, что мы начнем вот так, и дойдем наконец до финала, это будет посвящение, или ванг, или абишека, как мы это называем на санскрите, и это будет очень доступно, достижимо, легче объяснить себе и другим. Конечно, большинство из вас, я уверен, уже проходили эти процедуры, но тем не менее, для потехи, так сказать, почему нет, почему бы не пройти все эти шаги. Итак, цель принятия прибежища в Будде Тхармии Сангхи и цель взращивания Будда Читы, что можно перевести как развитие такого мужественного настроя, отважного настроя или же устремления. В основном, я думаю, это настрой. Это чрезвычайно важно, потому что иначе эта сессия будет просто еще одной беседой. И моя способность рассказать о всей книге за короткое время она такая посредственная, и поэтому это просто станет еще одной беседой. Но действительная роль, действительно действительный гроф, действительно рост, действительно развитие происходит мы можем не отдавать себе отчеты в этом. Мы не только проходим эту литературу, у меня есть такое сильное чувство, что принятие прибежища и затем взращивание Будда Читы на самом деле вот что задает тон, вот что позволяет нам понять, почему мы слушаем какой-то ряд шумов, потому что что бы я ни читал на тибетском языке или же в переводе на английский язык, и вот как я сейчас высказываюсь об этом на английском языке, это всего лишь ряд шумов, не более того, просто мы выработали своего рода рефлекс, что мы сначала изучали азбук, АБВ, ГД, и мы привыкли к этим шумам, и мы можем это либо усложнять, либо упрощать вот эти смыслы, взращивание Буддичитты и, конечно, принятие прибежища в Буддит Хармии Санхи, хотя это также передается через язык, через язык, через концерт, через слова, тем не менее действительный опыт или же переживание это то, что вне слов, вне языка, и поэтому скрытый смысл или скрытая сила заложена на этой стадии. Если эта интонация задана, то вся литература тоже будет казаться понятной, начнет казаться понятной. Конечно, вы ее слышали много раз, что это довольно просто, это делается так, что мы повторяем эти слова, и вы заканчиваете слова, фразы с закрытыми глазами или с открытыми глазами и точка и все, и закончено. Как бы. Как ни странно, нам нужно что-то в это вложить. сфокусируйся на чем-то таком, что действительно для вас важно, сфокусируйся на том, что это, к чему вы не безразличны. Это может быть что-то чрезвычайно радостное, или что-то чрезвычайно, может быть, бессмысленное даже, это может быть даже трагедия, или это может быть следующие ваши какие-то планы. Это может быть все, что угодно. Это может быть ощущение того, как вы тесно сидите друг к другу, ключом к ключу здесь. Это может быть все, что угодно. Это может быть тот голос, который вы сейчас слышите. Любовь из этого — это как контрольный сигнал. И можем это использовать. И вот в чем дело. В конечном счете мы стараемся говорить о мокше, о просветлении, о состоянии Будды, о постижении. Вот это та конфетка, которую мы ищем. И практика прибежища должна начинаться именно вот из этого, с этого. Потому что формировки таковы, что нам нужно иметь начало, середину и конец. И затем мы можем сказать «Да, понятно». А иначе, если мы удалим формировки язык, и постараемся установить отношение к предмету непосредственно, то там нет начала, нет середины, нет конца. Вот так, что нам нужно понимать. И поэтому я говорил, что для каждого из нас вот то, что для нас важно, вот на этом нужно фокусироваться. И это разное, потому что это может быть действительно все, что угодно. Это может быть может быть кто-то покашлял, или чихнул, или пукнул. Все что угодно, действительно. И это вот с этого начинается. Вот с чего все начинается. Со взрыва. Может быть большого взрыва. Большого взрыва. Кто знает, может быть это сработает. Дать себе волю. Конечно, я имею в виду чих. Чихание. Как бы то ни было, поскольку мы очень привыкли к словам, к языку, то мы как бы обязаны сказать, подумать о чем-то, что важно для нас, чтобы запустить процесс. Это может быть чье-то здоровье, чья-то цель, чьи-то достижения. Любой опыт, любое переживание, которое вы находите наиболее важным и дорогим для вас. Начните с этого. Символы, которые мы используем, три драгоценности, это всего лишь удобный метод, не более того. Образы, смыслы, слова, состав слов, например, слова «будда» или «дхарма», это всего лишь контрольные сигналы, не более того. И поэтому нам нужно просто сфокусироваться на том, что важно для вас, для нас. И, как я говорил, поскольку мы привыкли к языку очень сильно, то есть я говорю не только об английском языке или о других языках, которые мы используем в данный момент, но язык в смысле символов. Мы относимся, уверены, что каждый из нас в этом шатре относится к слову «будда» или к смыслу слова «будда» по-своему. Но, конечно, ради простоты у нас есть похожий набор шумов, похожие образы, которые мы можем использовать, а иначе все будет по-разному. и поэтому цель того, что у нас есть цель того, что у нас есть идея Будды, состояние совершенства, как мы это называем, в том, что как только мы привыкаем концепциям, то сразу же мы привыкаем к идее совершенства. То есть это как бы дополняет одно другое. Это в одном пакете. И для того, чтобы достичь этого состояния совершенства, есть путь, который называется дхарма, и так же есть собрания таких же ребят, как мы, которых мотивирует то же самое, которыми движет то же самое, и которые находятся на грани пробуждения, а кто-то уже даже пробудился, но тем не менее они скрываются, маскируются, ходят среди нас так, будто они чистые начинающие, кто-то из них, кто-то показывает себя, как они в середине процесса, и поэтому вот этот весь пакет образуется. что нам нужно действительно исследовать, проверить, это чего мы действительно хотим, потому что совершенство это тоже умозрительно, концептуально, как и любые события, ощущения, это как бы контрольный сигнал, и если мы вспомним об истории Наропы, он пробудился, когда почувствовал удар по голове шлепанцем учителя Тилопы, и это было то, что нужно. Я думаю, что 12 лет трудностей, которые он прошел, и приключений, через которые ему нужно было пройти, на самом деле ничего не значили, он мог получить этот шлепок в самом начале и поставить точку. Но хотя Наропа был великим ученым, великим практикующим, история такова, что это очень интересно, несмотря на то, что он был всем этим, тем не менее, он все еще застрял в концепциях, застревал в концепциях, в словах, формулировках, и поэтому если бы Тилопа шлепнул своим шлепатцем с самого начала, то у него не было бы чувства, что он чего-то достиг. и как и у большинства из нас, у нас есть такое чувство, что для того, чтобы чего-то достичь, нам нужно поработать ради этого. он был в такой же ситуации, ему нужно было почувствовать, что есть место, к которому нужно прийти, и поэтому Тилопа это ему и предоставил. То же самое касается истории Миларепы, было какое-то путешествие, какой-то путь, и затем, когда вы чувствуете, что чувствуете полную удовлетворенность от того, что вы что-то серьезное сделали, сделали что-то действительно убедительное, убедительное для общества, убедительное для своих коллег и сверстников, и важнее всего убедительное для самих себя, для самого себя, у вас появляется чувство удовлетворенности какой-то, я бы сказал, и поэтому ему нужно было это пережить, почувствовать, и поэтому спустя 12 лет больших трудностей это было придумано для него и предоставлено, и в крайнейшем счете прежде чем он почувствовал шлепок, вполне точно можно сказать, что после чувства удовлетворения до этого он все равно возвращался к началу, и поэтому ему нужно было что-то из ряда вон выходящее, и поэтому шлепок имел место, и он пробудился, и поскольку мы все не те же самые твари, но можно сказать, что мы все во многом похожи друг на друга, наше пробуждение может произойти в любой момент, не обязательно, что нам нужно ждать целой эпохи, а может быть и дольше, чем эпохи, это просто вопрос, хотим мы пробудиться или нет, и это позволяет расслабиться, это вовсе не что-то благодестивое, религиозное и так далее, хотя у нас есть такое обрамление, которое такое колоритное и религиозное, вот это борча, трон и так далее, но если вы действительно хотите пробудиться, то это полностью в ваших руках, а не в чьих-то других руках, или где-то еще. Единственная причина, почему мы стараемся делать что-то такое почти экзотическое, как то практика, которую мы делаем, это просто потому, что, наверное, мы находим это интересным. если у нас нет цвета, то нам хочется, чтобы был цвет, хорошие изменения, перемены. Если слишком много цветов, нам хотелось бы, чтобы их не было, все может быть по-разному. подумаем об этом таким образом, подумаем об этом таким образом, то кто знает, может быть, принятие прибежища это лучшее, что с нами когда-либо происходило, потому что в этом есть все элементы, удивление, сюрприз, таинственный аспект, и одновременно это с этим легко слиться, это нечто легко усваиваемое, и это пределы досягаемости, вот точнее всего так сказать, пределы досягаемости, есть начало, середина, конец, есть целый процесс, то есть такая совершенная упаковка, и после всех этих слов, наверное, хорошо начать таким традиционным образом, принять прибежище в Буддит Хармии Сангхи, и вся концепция основывается на образах, на словах, на смыслах, и поэтому в соответствии с этим, если мы постараемся представить какое-то существо, человека, который полностью пробужден, и полностью удовлетворенный, можно сказать, с какими обстоятельствами он не сталкивался, каких обстоятельствах не находился, и в нашей эре исторический Будда Шакьямуни или до того, как он получил такой титул, звание, это был принц Сиддхартха, он был таким человеком, он стал таким человеком, у него было все, о чем мы могли бы желать в мирском смысле, и тем не менее, это его не позволяло ему пробудиться, и вместо этого он еще больше запутывался, чем кто-либо другой, гораздо больше запутывался, чем люди, у которых было без половины того, что было у него, меньше, чем было у него, и поэтому он, как и мы сами, должен был пройти этот путь, умозрительный путь, концептуальный путь, и спустя шесть очень утомительных лет, он пробудился, опять-таки, с помощью очень простого контрольного сигнала, все, что ему было нужно, это молочная каша, и с помощью этой молочной каши он смог пробудиться, и что мы пытаемся представить, это человек, который завершил путь, и это дает нам удовлетворение, мы чувствуем, поскольку мы привыкли к идее, что нам нужно что-то добыть, если подумать о путешествии человека ситхардхи, тогда это нас убеждает, у нас возникает чувство удовлетворенности, я могу верить этому человеку, я могу верить в его путешествия, и поэтому вот этот человек, на котором мы пытаемся фокусироваться, и безмятежное его состояние, что он сидит в позе медитации, он спокойный, невозмутимый, крутой, и очень незамысловатый, нам важно сфокусироваться на том, что этот человек незамысловатый, это очень-очень важно, потому что иначе для большинства из нас будет будет большим вдохновением его ситхи, его чудесные способности, способность сходить по воде, превращать эту воду в прекрасный сок, забродивший прекрасный сок, и тогда, конечно, смысл как-то теряется, и поэтому на чем мы стараемся сосредоточить, это человек, который вызывает у нас эмоциональный отклик, и что самое важное, очень незамысловатый. Если бы этот человек был здесь сегодня, то он был бы весьма достижим, любой мог бы к нему подойти, доступен был бы, и мог бы с ним чудесно поговорить, побеседовать и провести хорошее время, и в коем случае почувствовать, почувствовать, это было как бы размышлением над самим, это было отражением самого себя. И вот, что мы пытаемся здесь сделать, это сфокусироваться на человеке, который преодолел концепции, понятия, который преодолел вот этот великий механизм, который называется мысли, слова, язык, или же менталитет, мышление, культура, религия, все вот эти вещи, он это преодолел. преодолел в том смысле, что это не означает, что он это отбросил, и он вообще перестал думать. Это не это означает. это просто потому, как я говорил, он доступный, с ним можно поговорить, побеседовать, и для того, чтобы побеседовать, для того, чтобы обменяться с ним мнениями, нужны концепции, нужны слова, нужны мысли. это не означает, что он был совершенно немым. Хотя, вот его звание, Шакья Муни, Муни, означает немой, на самом деле. Но в этом случае, немой, Муни, или Мун, что это на самом деле означает, он преодолел зависимость для самого себя. Обычно мы зависим от различных вещей, и можно сказать, что это естественно, мы зависимы от еды, мы зависимы от укрытия. Это вовсе не самсарическое, это естественные вещи. Но что самсарическое, что является самсарическим, это вот эта зависимость от конечно, это может быть также и еда и укрытия, как он иногда, но чаще всего, больше всего, это мысли, это нескончаемый поток мыслей, мысли, за мыслью, которая ображается всегда, и мы чувствуем, что если я не буду говорить, то я стану безумным, сойду с ума. И поэтому мне нужно говорить, и поэтому мне нужно, чтобы кто-то меня слышал, слушал, что я говорю. кровь, мы будем только слышать кровь, как она течет по артериям, потому что это будет такой большой хор, как будто вы стоите рядом с рекой, потому что ваши барабанные перепонки находятся рядом с артериями. и поэтому что мы стараемся сделать, вот человек ситхарха, как он пробудился, и почему он известен как немой или муни, он смог преодолеть зависимость от слов, от мыслей, и поэтому он пробудился. Очень просто. И поэтому он сидит так удобно в позе медитации, поэтому он не напряжен, он не выглядит искусственным, надуманным, это не так, что его как бы посадили в эту позу, ему просто удобно, он удовлетворен. так. 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 И вот на что нам нужно медитировать Это человек, который Озабодился От всех концепций И одновременно он полностью осознает Почти все концепции Ну, в принципе, все концепции Любую концепцию И это Состояние Будды И противоречие и ирония состоит в том, что Мы принимаем прибежище в дхарме А это слова Это сочинение из слов Это такой странный поворот, можно сказать Мы стараемся достичь состояния вне умопостроений Вне умопостроений Когда мы свободны от умопостроений Но для того, чтобы это сделать Нам Нам нужно погрузиться В самые сложные мысли Мыслительные процессы Считается, что человек становится Буддой Тем, что он преодолевает концепции умопостроения Но для того, чтобы преодолеть концепции Нужно Понять все концепции Понять все умопостроения И, конечно, это невозможная задача Даже если мы будем жить в вечность Это невозможная задача И опять-таки, это шутка сказать, что Спустя три мировых эпохи Достигается просветление Итак, что же делать? Мы застряли В данный момент мы живем Очень такое здоровое Как бы сказать Живем в очень здоровых условиях У нас есть лекарства Здравоохранение Много еды И мы можем Очень резко Улучшить наши Жизненные условия Наше долголетие Приближается Ну, то есть мы можем Как бы контролировать Если хотим Но даже несмотря на это Даже если мы будем жить До ста лет Сколько Много построения Сколько концепций Мы сможем запомнить Одно из Одно из восхвалений Будди Шекямуни Это Двенадцать Этих подвигов Геракла Двенадцать подвигов Будды В самом начале Говорится там По-тибетски Таб-ке И дже Таб это На санскрите Упая На английском Наверное Вольный перевод Это искусственные средства Вот что нам нужно Вот Какой инструмент Это инструмент Который поможет нам Как бы Сжульничать Вот на этом пути Освоение всех концепций Потому что Дхарма Или Будда Дхарма В данном случае Это все Восемьдесят три тысячи Поучений Какими бы они там ни были Это невозможная задача Все это изучить Даже если мы Потратим Вечность на это Невозможно будет Охватить рассудком Все это И поэтому Люди, которые Хотят Пробудиться То есть Бодхисаттвы Инструмент Который они используют Это Искусственные средства Или Тап Тап Ке означает Тап означает Средства Ке означает Тот Кто их знает Мудрый В них И вот мы это используем И В среде этих Восемьдесят четырех тысяч Поучений Есть ключевые слова Ключевые фразы Ключевая логика Ключевое Все что угодно Все что там есть И поэтому Это объясняет Почему Строятся Большие институты После ухода Будды Почему Собираются Все его учения И Почему Люди стараются Все Сохранить Не только Устно Но Также И записывают Все эти слова И Образуются Писания И почему Они передаются Из поколения В поколение До наших дней Поэтому У нас Есть драгоценные тома Которые называются Канджур И комментарии к ним Которые называются Тенджур Это все Очень искусные Слова Формулировки Мысли Настолько Что Мы можем Как бы Сжульничать И не ждать Вечность Пока мы поймем Все концепции Все омопостроения И можем сократить Это С вечности Сначала До Трех Мировых Эпох И затем Длянем на это Еще Шире На эти Три Мировых Эпохи И превратить Их Может быть В семь Жизней А потом Еще дальше Сократить Шаг за шагом Уменьшить До одной Жизни И наконец Это вот Будда-дхарма Поэтому Стоит Сохранять Эти учения Поэтому стоит Тратить время На Сохранение Как только Мы это Можем делать Потому что В бесчетных Вселенных Такие Учения Далеко не везде Есть Случилось так Что они есть На этой маленькой Планете Которая не очень-то Значима Потому что Есть Вселенные Которые намного Более Великолепные Цивилизации Которые Намного Более Замечательные Где у них Чрезвычайно Значимы Жизненные Стандарты И так далее Тогда как Здесь Мы Довольно Простые Маленькие Довольно Суровые Запутанные Иногда Злые Иногда Мы немного Смеемся Иногда Мы немного Шутим Но В конечном Счете Мы делаем Просто Простые вещи Едим И ходим И спим В принципе Это все Вот собственно И все Конечно У нас есть библиотеки Целые библиотеки Как раз Как раз об этом Исторические книги О людях Которые ели Как они ели О том Как они ели Когда они ели Как они это переваривали Что еще важнее Может быть Это очень значимо И на такой маленькой планете Такие искусственные средства есть Буддадхарма Это действительно вневременная Это Буддадхарма И это позволяет Пройти нам Последствием концепции К состоянию Вне концепции Используя концепции Полные противоречия Но В ходе этого Если мы делаем это С великим энтузиазмом Энтузиазм Не просто потому Что это наше хобби Или же часть нашей профессии Но нами движет Что-то Отличные уникальные Факторы неожидности Можно сказать Какие-то скрытые факторы Как Раэля Кустах Можно сказать Конечно у нас Есть для этого Много названий Слов Любовь Доброта Забота Симпатия Конечно На каждом языке Есть различные слова Подобные этим Но в конечном счете Вот этот аспект Томления Тоски Вот это качество Оно выходит За пределы концепции Потому что Согласно концепциям Чрезвычайно важно Любить себя И поэтому Когда мы Заботимся О ком-то другом А не о себе Это полностью Противоречит Концепции И поэтому Это такой фактор Неожиданности Именно этот фактор Неожиданности Или скрытый фактор Движет Этим собранием Толкает их К просветлению К состоянию Будды Если посмотреть на это Как на кино То это Можно было бы видеть Как большую комедию Скорее А не трагедию Потому что Конечно Если посмотреть на это Подтешествие В мирском смысле В санцарическом смысле То это полная трагедия Потому что Достижение Состояния Будды Это Величайшая Из всех трагедий Аспект комедии Состоит в том Что Используется Это собрание Использует Концепцию Востроение Для того Чтобы Достигнуть Нечто Чего-то таинственного Для того Чтобы Достигнуть Этого Используется Нечто Примитивное Как то Сочувствие И так далее Чтобы К этому Прийти И поэтому Это собрание На самом деле Занимается Такой Невозможной Борьбой Невозможным Путешествием И они Могут продолжать Целые эпохи Этим заниматься И На самом деле Там Где-то нет ничего Таинственного Единственное Чего мы ищем Это то Что всегда есть Это Вот тот Мотиватор Мотивирующий фактор Для нас Автор Томи Зампо Он написал Не только эту книгу Но Много других книг Это одна из Самых Таких Сжатых Если это Правильное слово То есть Из Многих Книг Которые он Сочинил Он смог Сочинить Эту книгу Написать Эту книгу Конечно Конечно Согласно Тибетским историкам Он уже был Достигшим Совершенства Или был на Краю Достигшения Совершенства Но может быть Нам безопасно будет сказать Используя Нашу логику Что Посредством Сочинения Таких книг Он достиг Просветления Потому что Для того чтобы Сочинить Нечто подобное Нужно Имеет самый большой Фактор Неожиданности И конечно Он был известен Своим сочувствием Мы не знаем Был он посвятлен Или нет Это действительно Кто первый Тодай в дамках Но что точно Он был Человечайно добрым Человечайно Сострадательным Можно было Видеть его Как Лунатика В этом смысле И поэтому Он старался Удалить Вшей С Одежды Он Обменялся С нищим Взял у него Его одежду И этот нищий Носил эту одежду И он Значит Стал носить После этого Одежду Нищего И он Изготавливал Цаца Такой маленькой Уступой Для каждого Каждой вшей И он Отдавал Своё тело Вшам Для того Чтобы Они Доживали До конца Своей жизни И когда Это Происходило Он Делал Цаца Для каждой Вши Вши С логической Точкой зрения С цивилизованной Точкой зрения Это Совершенно странно Но тем не менее Такой энтузиазм Может быть Сочувствие Можно назвать Энтузиазмом Это привело Его к тому Чтобы Сочинить Эти удивительные Труды Учения Если Это Не сделает Вас Посветлённым То я не знаю Что сделает Вот в чём дело Это вот Та совершенная Сангха Или совершенное Собрание О котором мы Говорим Когда принимаем Прибежище Конечно Мы сами Тоже можем Считаться Сангхой Вдействительной Проблемы Потому что Мы являемся Общиной Группой Такой семьёй У которых У нас одна и та же Мотивация Один и тот же Настрой Но в общем и целом Вот такая Сангха Это другая Лига Это не так Что Мы должны Себя чувствовать Неполноценными Но просто Если посмотреть На факты То факты Это факты Когда мы Принимаем Прибежище В Сангхе То это Вот такая Сангха Мы на неё Должны Медитировать И С точки зрения Визуализации Там всё Довольно просто Можно использовать Тот ритуал Который мы Выполняем Как один Когда мы Представляем Будду Перед собой Немного выше Себя И Этот Будда Вокруг него Ещё Множество Других Буддов То есть Нет просто Границ Сколько там Будда Множество 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 Хорошо Сзади Будды В качестве Визуальной Опоры Мы Представляем Ещё Множество Текстов Которые Вы можете Видеть В библиотеках Традиционных Это Такие Прямоугольные Листы Такая Традиционная Книга А там Несшитые Листы Они Просто Двумя Досками Соединены И Материей Обмотаны Если Нам это Нравится То Мы Можем Расширить Эту Медитацию Сделать Очень Подробной Прекрасной То есть Ещё Какие-то детали Добавить Можем Но если У нас Есть какие-то Важные Дела То Конечно Можно Это Упростить Можно Быстро Прознести Эту Формулу И сказать Точка Сделано В принципе То же Самое Но если Вы этим Наслаждаетесь То Действительно Стоит Уделить Этому Время Вот Вы Можете Хорошо Провести После Полуденное Время Медитируя На Три Аспекта Пребежища Я думаю Что Это Действительно Будет Полезно В этом Будет Смысл Мы Медитируем На Будду Тхараму Самку Таким Обратим С собой Что Безусловно Размера То Пусть Вас Не ограничат Ваши Концепции Вместо Этого Вы Можете Представить Себе Свой Большой Палец Я знаю Что Я Кичусь Тем Что Использую Наиболее Странную Аналогию Это Вот Одна Из них То есть Размера С Большой Палец Он Может Охватить Весь Шатер Но По Сорренении С любым Другим Предметом Это Размером С Большой Палец Концепция Очень Полезная Никогда Не нужно Критиковать Концепции Потому Что Это Ключ Это Один Из Обедов Кстати Не Критиковать Концепции Потому Что Есть Они Те Полезны Если Правильно Их Использовать Правильное Время Правильном Месте Но Одновременно Не Становитесь Полностью Зависимы От них Потому Что Тогда Вы Омрачите Красоту Вы Вы Можете Представить Так Что Вы Используете То телескоп То микроскоп То есть Вы Можете Видеть Самые Удивительные Структуры Атомов И Маленьких Объектов И Если С помощью Телескопа Можете Наблюдать Всю Вселенную То есть Точно Так Медитируйте Что У вас Чистая Страна Или Будда Поля В данном Случа Мандала Пребежище Вот Они Такие Большие Такие Маленькие И Медитируйте Для того Чтобы Растопить Свою преданность Потому что Сейчас У нас Есть преданность Конечно же Во всех нас Она Свойственна Нам Всегда Но Это такое Состояние Которое Замороженное Наша Преданность Состояние Замороженности И Нам Нужна Поэтому Какая-то Среда Где есть Тепло Чтобы Растопить Ее И Таким же Образом Если Подумать Об этих Медитативных Инструментах То это Очень Искусственное Средство Как раз Для этого Чтобы Растопить Нашу Преданность Разжижить Ее И Точно Так Если Подумать Об этой Мандале Если Мы Начинающие То Мы Можем Представлять Что Это Перед Нами А иначе Если У нас Уже Запущен Процесс То Если Вы Знакомы С Этой Формулой Вы Знакомы С Концепцией Которая С Идеей Которая За ней Стоит То Конечно Вы Можете Практиковать Это Более Свободно Например Вы Можете Глядя на Личные Предметы Перед Собой Или Вокруг Себя На Все Небольшие Вещи То Можете Представлять Что Там Бесчетное Множество Атомов Или Кварков В Которых Есть Древоприбежище И Они Все Очень Красивые Удивительные Немыслимо Красивые Их Бесчетное Множество Повсюду Мандалаза Прибежище Вот Все Это Тело Тоже Этим Является Каждый Волос Нашего Тела Этим Является И На Каждом Волоске Есть Вмещается Как бы Вся Мандала Прибежище Вот Так Мы Можем Медитировать Но Для начала Этого Процесса Мы Медитируем Что Это Поле Перед Нами И Затем Конечно Мы Можем С Этим Играть Итак Медитируйте Далее Мы Будем Произносить Вместе Слова Прибежище Принятие Прибежище Церемония Обрезания Волос Можно Привести Сегодня Или позже Это Не важно Конечно Для Удовлетворения Нашей Концепцией Это важно Что Что-то Что-то Произошло У нас Есть Доказательства Что-то Имело Место А Иначе Это просто Символ Не более Того Это Таким Разом Мы говорим Как бы Я отпускаю Свою Прическу Остаюсь Своей Прической Потому что Волосы Очень-очень Важны Чрезвычайно Важны Без волос Мы почти никто Поэтому Животным не нужно об этом беспокоиться Потому что они полностью покрыты волосами А мы люди У нас меньше волос И поэтому Нам нужно Очень хорошо заботиться О том небольшом количестве волос Которые у нас есть Это Наиболее Один из наиболее Деликатных моментов Каждый раз Когда Мне говорили Постричься Это было Очень эмоциональным Эмоциональным Переживанием Я об этом позаботился И Сегодня я Являюсь сам себе Парикмахером 99% Времени Я делаю это сам С помощью хорошей машинки И Поэтому Все выглядит Так аккуратно Как вы видите Я мечтал Трастить длинные волосы И Попробуйте Сделать себе Такую прическу Как у вас Как у кого-нибудь из вас Вот то что у вас есть Это бесконечный Артистизм Появление Бесконечного артистизма То что я вижу Удивительно Так Не будем Уходить в сторону На самом деле Однажды я Отрастил длинные волосы Довольно длинные И они стали завиваться Очень сильно И я понял Что Я это унаследовал От моего отца И поэтому Я потерял энтузиазм Тому Чтобы Они были длинными И поэтому Принц Сиддхартха Символически Отсек себе волосы Потому что Даже 2554-55 лет назад Прическа была важна И поэтому И поэтому У каждого человека Из разных Словев общества Он должен был Придерживаться Какого-то стиля Что Который символизирует Его статус Положение И так далее И поэтому Он отсек Свои волосы Я думаю И я думаю Что до того У него были Такие Прямые волосы Я полагаю А после того Он их отсек Они стали завиваться И поэтому Вы видите Что у него Такие Кудрявые Завивающиеся волосы Конечно Потом уже Ему не нужно было Заботиться о прическе Потому что Когда он достиг Просветления У него возникла Шишка Под волосами И это дало ему Очень уникальный статус Поэтому Больше ему не нужно было Заботиться Приводить Свои волосы К какой-то прическе Боже мой Сосредоточимся 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 Следующее, что мы сделаем, прежде чем мы перейдем к книге, это бодичито. Конечно, мы обычно разделяем эти два аспекта практики, принятие прибежища и взращивание бодичито, но реальность такова, что это происходит мгновенно или одновременно. Здесь нет разделения никакого. Если мы чувствуем, что есть необходимость… Он пытался забрать обе чашки, но, согласно моей концепции, я почувствовал, что пусть будут лучше обе здесь. Я думаю, что он пытался на что-то намекнуть. Может быть, я упустил это, не понял. Иногда по светлому настрою или бодичито, это немножко слишком, это трудно переварить, справиться с этим. Это как бы слишком многого от нас требует, и поэтому для того, чтобы сфокусироваться… Если мы сфокусируемся только на принятии прибежища, кажется, что это легче, этим легче заняться. Но иначе, когда мы принимаем прибежище, это происходит тем не менее. Просто для коммуникации у нас есть такие постепенные шаги. Потому что мы не можем полностью принять прибежище, если у нас нет такого большого настроя. Нет, это невозможно. Потому что, когда мы принимаем прибежище, конечно, если мы делаем это традиционным образом, и это очень хорошо описано в этой книге, это в той главе, где говорится в основном теле текста, в основном тексте. Но если попытаться выразить это по-своему, то это так, что самсарический способ или умозрительный способ, а это то же самое, состоит в том, что поскольку вот эта самость или эго так важно, потому что без этого я не смогу даже начать беседу, не смогу даже ничего сказать, произвести фразу, поэтому если мы принимаем прибежище, мы удаляем «я». И поэтому мы даже не можем до конца сказать то, что хотим. То есть, когда мы говорим «я принимаю прибежище», а там «я» исчезает, остается «принимаю прибежище». Это большой вызов, потому что прибежище, прибежище — это мы тем самым отпускаем свое эго. Конечно, мы должны быть присмирены чем-то, чем-то очень впечатляющим, а иначе я более впечатляющий, чем что-либо или чем кто-либо, и поэтому нет никакой причины отпускать, избавляться от этого. И поэтому нам нужно, чтобы было что-то впечатляющее, чтобы это произвело на нас сильное впечатление, и поэтому некто такой, как Шакья Муни, который прошел в три больших мировых эпохи и в конечном счете совершил 12 подвигов и наконец стал просветленным под деревом Будхи, вопреки всему. Потому что Шакья Муни, или человек, который был известен как Шакья Муни, и как бы его не называть каким именем, считается, что он самый уникальный человек, потому что из тысячи двух сыновей в какой-то момент Чакравартина, или правителя Вселенной, он был единственным, кто сказал, я выбираю эту планету, я выбираю эту небольшую точку пыли, и будут там люди готовы или нет, это не важно. Будут они понимать и передавать это, не важно. И это также не было просто так, что он действовал на Абу, но подвижнически он выбрал вот это время и место, эту эру, для того, чтобы родиться и стать просветленным. И поэтому, вопреки всему, великий Будда Шакья Муни появился. И поэтому, когда мы думаем о его путешествии, очевидно, это приносит скромность, вызывает скромность, очевидно, это нас впечатляет. И поэтому мы как бы способны, не хочу сказать об этом негативно, но если сказать это просто, это помогает нам отказаться от своего эго, отпустить свое эго. Вот так работает прибежище, когда мы слышим о ситуации или о факте, о истории, которая нас действительно покоряет, это нас действительно впечатляет. И затем мы обнаружили, что хвататься за эту самость, за это эго, бесполезно, поэтому мы отпускаем. И вот есть причина, почему мы складываем ладони вместе в знаке почтения. Это не что-то религиозное, вовсе не что-то религиозное. Просто мы отказываемся от того, что наиболее ценно для нас, то есть от того, что наиболее важно для нашей концепции, и мы это отбрасываем, отказываемся от этого. И поэтому нам не нужно иметь никаких комплексов, когда мы говорим, «Я принимаю прибежище к Будде, Дхарме и Санхе». Это не так, что мы стараемся ограничить себя, свои свободы или свои права, ничего под такого. Это просто мы позволяем словами оставаться словами. Для того, чтобы это сделать, вот когда мы принимаем прибежище, и взращивание Буддычиты происходит автоматически, потому что иначе быть не может. Но поскольку иногда нам трудно это приварить, и мы хотели бы игнорировать аспект взращивания Буддычиты, в этом нет ничего неправильного. Поэтому, что нас мотивирует, мы это можем делать сначала. Как бы то ни было, взращивание Буддычиты происходит одновременно. Иначе быть не может, потому что нужна такая отвага. Сначала нас что-то мотивирует и впечатляет, впечатляет вот этот факт, эта история. Затем нас мотивирует, то есть что-то в нас тает, замороженное состояние начинает расслабляться. И поэтому все начинается с какого-то волнения, то есть замороженное состояние начинает меняться, и происходит расслабление, разжижение. И, конечно, мы говорим о нашем сердце. То есть оно становится более спокойным, и начинает циркуляция того, что там должно циркулировать. И вот эта отвага, которая называется Буддычитта, тогда возникает. То есть нас что-то мотивирует, и затем когда-то качество возникает, становится ясным, видным, очевидным, вы видите это качество, и затем вы ее зарождаете. Конечно, когда я все это говорю, это говорится согласно нашим концепциям, согласно тому, к чему мы привыкли, нашим привычным моделям, что есть какая-то последовательность, есть шаги одно за другим. Но на самом деле, когда нас что-то впечатляет, вот эта впечатляющая фигура, и одновременно мы отпускаем эго, оно растает, все это происходит одновременно. Но мы описываем это таким линейным образом, чтобы сделать все более понятным. И есть вот такое разделение между практиками и так далее. Итак, сейчас мы будем произносить слова «пребежище», и надо узнать, что взращивание бодхичиты и зарождение бодхичиты происходит одновременно. Затем, когда мы каким-то образом соприкоснулись с этим аспектом, с этого момента и дальше все превращается в золото, можно сказать. В бодхичаре Аватаре Шантидева говорится, когда вы зародили бодхичитту, то, что бы вы ни делали, ходили, спали, ели, заслуга просто вырабатывается само по себе, и вам даже не нужно уделять этому внимания. И здесь то же самое. Наше тело делает всевозможные удивительные вещи одновременно, и нам не нужно указывать ему, организовывать все это. Нам не нужно создавать какой-то комитет для этого, чтобы работала печень, чтобы работало сердце, и чтобы они скоординированы были хорошо. Нам не нужно за ними бегать. и угрожать, что если не будешь поставлять свежую кровь, то будет плохо. Все это происходит одновременно. И точно так же взращивание заслуги происходит без того, чтобы нас кто-то контролировал. Или чтобы мы это контролировали. Вот таким образом. Итак, сейчас мы будем произносить шлоку-привяжущую, которую мы всегда произносим. После этого мы произнесем четыре неизмеримых настроя. Неизмеримые. Это и есть бодхичитта. То есть это соответствует практике ченризика. Это символизирует четыре руки. Это смысл четырех рук. Другого значения у этого нет. Конечно, может быть, в нашем мире мы могли бы усовершенствовать режим многозадачности, но в остальном это ничто другое не означает. Итак, четыре неизмеримых настроя – это просто, как здесь это называется, это неизмеримое, нечто неизмеримое. Потому что мы не можем сказать, что мое сочувствие начинается здесь и заканчивается там. У этого нет времени, границ, это не что-то субъективное. Это всегда есть. Так же, как накопление заслуги. Звучит музыка. 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 У меня здесь есть преимущество, потому что я могу отвести глаза. Если вы чувствуете себя комфортно в этом состоянии, то, если ваш ум хочет думать, позвольте ему думать, пусть думает. Это будет очень интересно, потому что тогда вы будете наблюдать за собственными мыслями. Может быть, он хочет думать о чем-то интересном, или о чем-то скучном, или о чем-то сложном. Продолжение следует... Вы можете сказать себе, что независимо ни от чего, если вы хотите, то вы, по крайней мере, можете входить в это состояние ума, где вы не подавляете, чтобы не думать мысли. И, с другой стороны, вы также не думаете слишком активно, а просто позволяете всему быть, как будто вы наблюдаете за птицами, или за животными, за тем, как они занимаются своими делами, или за ребенком наблюдаете, особенно, когда они... не то чтобы жалуются, но когда они издают ряд странных шумов, вы можете глазеть на это часами. И точно так же, если мы не полностью пробуждены, по крайней мере, мы знаем, что если мы захотим, то мы это можем. Мы можем инициировать это путешествие к пробуждению. И здесь мы можем сказать себе «это я». И гордиться этим. Позвольте себе отрождествляться с этим. Я могу это сделать. И это я. И это во многом похоже на то, когда мы говорим «отныне или с этого момента, у меня есть прибежище». Или же «с этого момента, отныне я стал бодесаттвой». То же самое, просто другая упаковка. Можно этим гордиться и смотреть, дает ли это нам чувство смелости. Обычно всегда дает. Возможно, вы можете этого не знать, не чувствовать, но это есть. Как будто засеяно такое невидимое семя. И оно никогда не теряется в каких-то папках, файлах, в шкафах. Но безошибочно регистрируется. Прелесть концепции и языка в том, что там нет коррупции, там ничего не портится. Все хранится, как в компьютере. Поэтому, если я хочу, решаю, то я могу полностью отпустить и не застревать ни в каких концепциях. И одновременно позволять потоку концепций проплывать мимо, какой бы длинной или короткой эта река ни была. И в результате мы, во-первых, накапливаем заслугу, во-вторых, засылается такое семя. Вот так. Радуйтесь тому, что вы зародили подачи-то. Радуйтесь, что вы приняли прибежище в Буддиддхарме и Сангфе. Теперь мы можем открыть книгу. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, если вам нужно сделать короткую передышку, отдохнуть, сходить в туалет, конечно, сходите и вернитесь. Деродируйтесь надолго. Сначала я прочитаю все 37 стров, и поддерживающие эстрофы. Я думаю, всего их 43 по-тибетски, так чтобы вы получили лунг. Затем я прочитаю, буду читать английский перевод, и мы посмотрим, как далеко мы сможем продвинуться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 одновременно я должен сказать что да есть мы конечно же живем уникальное время конечно же то есть наверное историки и различные критики не ошибаются со своей стороны потому что использование языка в этой литературе фокусируется это может быть не очевидно если мы способны читать и понимать то здесь говорится о не обязательно о тибетском менталитете но географических реалиях высоте то есть каких условиях в какой среде буддизм расцветал то есть в этом сочинении это сочинение возникло в тибете где-то 800-900 лет назад я бы сказал я не очень хорошо запоминаю цифры тем не менее конечно сейчас наше время почти во всех частях мира есть они более развитые они более дружелюбные для жизни сами более дружелюбны и независимо от внешних условий антарктида всегда остается антарктидой точно также как бы не улучшилась жизнь любой из вас то есть тот из вас кто побывал в гималаях и в различных частях тибета вы бы вы замечали что там условия жизни жесткие а в те времена были еще более жесткими и люди были очень жесткими людьми старый добрый кальций на чем я остановился а климат жесткие я думаю что когда эта плата просто заселялась когда люди начали там заселять эти области как кочевники и так далее историки этого времени описывали их как очень такие выносливые племена очень жесткие люди их продолжительность жизни была очень короткой и это делало их еще более выносливыми и дети которые доживали до 18 лет вы становились главой семьи и так далее хотя со временем когда страна стала более объединенной возникли там какие-то законы системы наверное возникло больше цивилизации но независимо от этого все равно это были очень резкие условия грубый климат, пища в основном эти два фактора я бы сказал и поэтому конечно также нехватка кислорода когда любая форма систем или поддержки или помощи в формате учения особенно духовных систем когда это давалось людям иногда это должно было нужно было это объяснять то есть чистыми, простыми словами то есть в крайней степени упрощать и одновременно иногда это нужно было этому учить властным образом а иначе люди были очень жесткими суровыми и поэтому нельзя было им сказать извините не хотели бы заняться медитацией немного нужно действительно было это вдалбливать в них садитесь и медитируйте сейчас если почитать вот эту книгу эту литературу то вы увидите почему там такая интонация почему там такая манера выражения и вместо того чтобы чувствовать что это эти струфы немного устаревшие это не в моем вкусе вместо этого мы можем что-то узнать взорваться сквозь время мы сейчас живем в далеком месте в другом часовом поясе в другой эре и так далее но тем не менее мы можем почувствовать связь с временем в прошлом через несколько слов это удивительный опыт удивительное переживание поэтому не позволяйте этим словам вас ограничивать не позволяйте ограничивать количество сокровищ которые вы можете в них найти это первые две струфы они известны как согласно индийскому стилю или традиции сочинения учений литературы особенно если это что-то религиозное это напоминание себе о том что ты делаешь и одновременно это как бы выражение благодарности вы признаете что это очень ценный шанс быть автором что автор получил такую возможность не только написать не только перевести но также и понять что-то совершенно невременное и поэтому здесь часто вспоминаются доброта и благословение либо трех драгоценностей или же какого-либо божества одновременно доброта учителей и так далее поэтому первых двух струфах они этому посвящены и далее идут остальные вещи которые нам не нужно сейчас разбирать но начиная с третьей струфы то есть не с третьей а с первой здесь есть номера с первой струфы и дальше до тридцать седьмой здесь содержится основная часть литературы этой книги я сейчас постараюсь прочитать этот перевод 37 практик всех бодхисаттв вы видите что все вещи вне прихода и ухода тем не менее вы стараетесь только ради живых существ тебе мой драгоценный гуру неотделимо от господина Авалакиты я всегда выражаю почтение уважение телом речи и уму совершенные будды которые являются источником всего блага и радости приходят появляются благодаря достижению совершенства в священной дхарме и поскольку это в свою очередь зависит от знания того как практиковать я сейчас опишу практики всех преемников будды наследников будды я думаю что здесь все вполне ясно в первой слове говорится практика всех бодхисаттв заниматься изучением размышлением и медитацией неутомимо днем и ночью никогда не поддаваясь лене с тем чтобы освободить себя и других из этого океана самсары обретя этот высший сосуд свободную благорасположенную человеческую жизнь которую столь трудно найти простите меня за пунктуацию иногда здесь это может означать что-то другое далее вторая практика всех бодхисаттв оставить родные места где привязанность к родным и друзьям захватывает нас как бурный поток тогда наша неприязнь к врагам бушует внутри подобно пылающему огню и мрак заблуждений не позволяет видеть что нужно принять а что отбросить может быть мы можем уже начать немного приглядываться к этим страфам первая вполне простая но конечно если мы этим наслаждаемся мы можем без конца этим заниматься здесь действительно очень много сказано в этих нескольких словах если вы безмолвы тогда вы можете вам может это показаться скучно потому что это наводит на мысль что стать бодхисаттвой чужаяно трудно и конечно у нас сейчас возникает ассоциация такая что вот эти люди они отличаются трудолюбием большим усердием и тем больше мы обращаем внимание на эти аспекты этих людей этой группы этой команды этого сообщества тем больше это нас вдохновляет и нам хочется делать все больше и больше конечно это абсолютно естественно может быть в большой степени это нечто здоровое это хороший способ проводить время но какими хорошими эти вещи не были иногда очень хорошие какие-то средства могут превращаться в то что не очень здоровое или полезное и поэтому если нас это вдохновляет например когда мы узнаем что быть буддусаттвой это означает быть очень трудолюбивым то если это нас вдохновляет то конечно же мы можем это впитать принять такой совет но иногда конечно поскольку у нас меняется настроение если мы чувствуем что о господи я очень много работал в жизни в моей обычной жизни в ситуациях обычной жизни мне нужно было учиться сдавать экзамены затем мне нужно было найти свое место в обществе и теперь у меня есть свой небольшой мирок и я чуть не сломал спину себе до этого и теперь я наткнулся на эти вещи которые называются духовность в частности буддизм и это требует еще что-то делать и поэтому иногда у нас может возникать чувство что это нас не очень вдохновляет если у вас такое чувство то опять-таки не стоит волноваться что это просто на самом деле здесь не требуется никаких усилий конечно здесь говорится о том что нужно пересечь огромный океан самсары но это просто метафора это не так что есть какой-то действительно физический океан это просто слова и поэтому мы можем сказать я понимаю что это не так то просто и чтобы не стирать вот эти универсальные слова то есть это не так то просто но здесь не требуется никаких физических усилий здесь не требуется стрессов все что нужно сделать это отпустить отпустить все стопки слов которые мы накопили до сих пор и это сводится в основном к тому чтобы то есть это не такое же большое собрание это небольшое собрание названий самого себя меня самого это означает что у каждого человека есть различные названия в зависимости от контекста которым они зовут то есть для родителей этот человек будет ребенком для детей есть еще такой набор имен родителей мать отец мама папа для группы друзей будут еще какие-то названия и есть у нас есть лишь несколько слов которые нам нужно отпустить и не говоря уже об океане у нас даже небольшое ведро названий несколько ярлыков и все на самом деле это довольно просто просто здесь нужна нужна практика повторений поэтому мы стараемся практиковать ежедневно медитировать ежедневно для того чтобы убедиться в том чтобы у нас возникла такая привычка навык нам нужно просто построить такой навык каждый день и затем это приводит к достижению всего этого чего мы хотим достичь поэтому здесь говорится о практике изучения размышления медитации которое нужно повторять нам не нужно очень много всего делать нам не нужно медитировать часами нам не нужно изучать часами нам не нужно размышлять часами нам нужно делать каждый день понемногу. Охватывать немного из нашей программы. Это как закуска. Перекус. Всем нравится перекус. Какие бы, независимо от вашего питания, вы делаете перекусы. Втайне вы это делаете. Из поддержки аропы. Это баджаряна. Тайная, скрытая практика. И почему бы не превратить это, то есть не направить это на то, чтобы немного подзвучать здесь, немного размышлять там, помедитировать в промежутке, но не чувствовать, что это какое-то принуждение, это обязаловка. Все, что нужно сделать, вам обязательно нужно нашлаждаться. Спасибо. Как тяжело это? Насколько это сложно? Потому что кто-то так говорил. начальная стадия, на начальной стадии это может показаться, что в этом нет необходимости, это утомительно. И это не потому, что вы делаете что-то новое, не потому, что вы делаете что-то экзотическое, или делаете что-то неизвестное. Причина, почему у вас есть такое чувство, что это немного трудно в начале, в том, что мы занимались очень многими подобными вещами в прошлом, но у которых не было никакой субстанции. Поэтому, когда мы начинаем наше духовное путешествие, когда мы сталкиваемся с трудностями, чтобы найти время и концентрацию, мы возвращаемся к нашим предыдущим воспоминаниям о том, как мы сдавали экзамены, учились часами, изучили что-то часами. И также нам приходилось одновременно находить какую-то работу, одновременно, когда мы учились. И, конечно, вот эти различные трудности, с которыми мы сталкивались, ум вспоминает об этом, об этом опыте, и поэтому возникает ощущение, что заняться этим новым — это очень трудно. На самом деле это не так, вовсе не так. и вот во время этого перехода нам нужно немножко проломиться как бы, а потом мы даже не успеем заметить, как это станет очень естественным, таким же естественным, как дышать, таким же естественным, как делать перекусы. и затем от перекуса мы можем перейти к… это может стать небольшим приемом пищи, затем оттуда таким полным приемом пищи, затем это может превратиться в трехразовое питание, и поэтому, даже не замечая, мы будем делать какие-то вещи, которыми мы будем наслаждаться. Например, трехразовое питание — это приносит это удовольствие, не так ли? Мы не чувствуем, что это трудная работа. И точно так же и это станет таким. И вот эта первая строфа, она подытоживает какие-то начальные процессы, технический способ стать бодусаттвой. И начиная с того момента, следующие пять или шесть сестров, они все описывают подготовительную фазу, как все организовать, вы нашли какое-то новое занятие, теперь вам нужно организовать свое время, организовать свое пространство и так далее. И вот о чем идет речь здесь. И так, идея отказаться от Родины, отставить Родину, идет вход. Это не что-то совершенно новое для вас, с точки зрения того, что если подумать о менталитете, о культурных традициях или обычаях, которые существуют даже по сей день на Востоке, можно сказать, это там очень важную роль играет семья в жизни людей. И поэтому большинство проблем возникает из этой среды, чем от куда-то еще. И поэтому первое, что нам нужно сделать, это оставить свой дом. тогда как в более современных аспектах или тенденциях, часто ожидают, что дети быстрее вырастут и станут более самостоятельными. И поэтому общество устроено таким образом, что дети вылетают из гнезда довольно рано. И, наверное, не буквально нужно уходить из дома, потому что в некоторых обществах, в современных обществах, может быть, эта практика уже и реализована в какой-то степени и без этих струб. Есть такие вещи здесь, но в конечном счете чего действительно нужно избегать с точки зрения источника запутанности. Это не физический дом или же физический гнезд дом, вам сказать. Хотя поэкспериментировать с тем, чтобы жить на дистанции, сохранять дистанцию, это может сделать все интересным. Но настоящий источник всей этой запутанности, где записывается, что это родина, родные места, это место, где рождаются все три яда, известные как отвращение желания и невезни. Это не обязательно происходит вот именно в родных местах, это может происходить где угодно, это может происходить в пещере, это может происходить в джунглях, это может происходить в пустыне, это не так, не говорится, что нужно полностью отбросить что-то буквально и навсегда. Просто на начальной стадии хорошо получить некоторый опыт, может быть, начать жить не физически дома и посмотреть, как это выглядит, но не обязательно нужно его бросать, потому что прежде всего нет такого, что нам нужно бросить, нечего бросать. Просто когда практикующие уходят в уединение, например, в пещере или же в монашеской среде они уединяются, это делается не так, что это навсегда, постоянно, это просто для того, чтобы встряхнуться, как бы. Если мы привыкли к какому-либо стилю жизни, и нам вполне комфортно и уютно в нем, нам все знакомо, если мы просыпаемся, то даже еще не успев проснуться, мы знаем, в каком направлении идти в туалет, и мы чувствуем себя уютно в этом, и точно так же, если иногда у нас слишком много мыслей, и у нас чувство, что мне нужно с кем-то поговорить, а ваш друг живет по соседству, или же вы можете ему просто позвонить, вот такое чувство уюта, этого комфорта, где вы чувствуете, что все полностью в вашем распоряжении, вы практически обо всем можете позаботиться, то есть это такая зона комфорта, и поэтому, когда вы уходите в выединение, то с самого начала это для того, чтобы встряхнуться, если нам слишком комфортно с чем-то, то, конечно, если только мы не полностью пробуждены, если нет, есть необходимость в том, чтобы экспериментировать с тем, чтобы встряхнуться, сделать вещи немного неоподеленными и даже некомфортными, но я должен сказать, что буддизм или Буддат-харма никогда не является религией, любящей боль, это нужно в это внести ясность с самого начала, просто когда мы приближаемся к пониманию буддизма, то постепенно это направляет нас к тому, чтобы искать какие-то вызовы, что ли, поскольку мы очень привыкли к тому, чтобы говорить и так же думать про себя, как бы говорить про себя, когда в этой уютной среде мы находимся, это просто остается в этом состоянии и никогда не развивается, то есть не движется вперед, и поэтому, когда мы достигаем этого состояния, нам нужно сделать что-то такое, как бы не знакомое, так, чтобы встряхнуться, и часто, конечно, нет гарантии, что этот эксперимент сработает, с точки зрения того, что нет гарантии, что если вы это сделаете, то вы станете просветленными, и часто нужно действовать методом пробы и ошибок, экспериментировать так много, как необходимо, и поэтому, конечно, мы не говорим о том, чтобы делать что-то совершенно опасное, то-то, что вызовет какой-то дискомфорт в обществе, с точки зрения подготовки, чтобы пробудиться из своей ежедневной зоны комфорта, вам нужно с самого первого шага, поскольку это подготовительная фаза, настоятельно рекомендуется, что вы начнете постепенно убирать один слой зоны комфорта за другим, так что затем вы становитесь более пробужденным, потому что иначе это не так, что нам нужно замкнуться в уединенном месте, и пока мы себе причиняем боли и страдаем, и тогда все, до тех пор все нормально, это вовсе не так. Я думаю, что дело в том, чтобы все гораздо проще, если нам слишком комфортно с чем-то, то обычно в духовном контексте либо учитель, либо духовный друг появится для того, чтобы нас слегка подтолкнуть локтем и сказать, тебе слишком комфортно, и поэтому я думаю, уединение, такая форма жизни, как уединение была изобретена, потому что до будущего Аммони не было никакого ордена, хотя в Древней Индии существовало много аскетов, которые жили в уединении, но не было никакой системы, и Будда изобрел вот такие формы общества, можно сказать, не для того, чтобы эти люди замыкались и не для того, чтобы превращать их в большие механизмы или что-то такое, хотя, конечно, были времена, когда иногда в истории этим злоупотребляли или неправильно понимали, неправильно понимали, что такое сангха, эти вещи действительно происходили, но изначальное намерение вовсе не такое. Итак, дальше, следующий, практика всех Будда держать свои влево мест, избегать неполезного, чтобы разрушительные эмоции постепенно ослабевали, и в отсутствие отвлечения практика добродетеля естественно наполнялась силой, в то время, как мы с ясно со светочным сознанием обретали убежденность в истине учения. Конечно, если у нас меньше отвлечений, то, что бы мы ни делали, мы будем получать от этого больше пользы. поэтому для начинающих рекомендуется искать какую-то форму уединения. Например, если бы было слишком много шумов в этом шатре, то наиболее логично было бы, если вы хотите слышать, естественно, было бы каким-то образом установить тишину. И точно так же для того, чтобы понять глубокие учения вот от фармы, требуется на начальной стадии искать какую-то форму уединения, может быть, физического или нет. Действительно зависит от человека, но какая-то форма действительно требуется. Ну, конечно, если представить себе условия жизни здесь с точки зрения воздуха, качества жизни и так далее, то большая часть этих пространств, которые мы ищем, из качественных пространств, качественной среды, это уже во многом присутствует. Конечно, часто, что происходит, мы ищем тишину и покоя, но когда мы их находим, мы не знаем, что с этим делать и заполняем эти тишину и покоя чем-то. Я думаю, что, может быть, в этой части мира, как знать, может быть, так оно и есть, тогда как большинство частей мира действительно за это приходится бороться, чтобы найти тишину и покой. Люди даже не могут себе это представить. Есть такие люди или общество в мире, где круглые сутки люди выполняют только какие-то свои обязанности и у них нет никакого времени для себя. В этих случаях, конечно, нам нужно создать время. Но если у нас и так есть время, то все что нужно сделать, это реорганизовать его, потому что я не хочу сказать, что нужно перестать что-то праздновать и гулять вечером и так далее. То есть это часть роскоши, которые дают нам среда, но есть некоторые вещи, в которых мы, конечно же, можем что-то отпустить для того, чтобы создать пространство, место для интересного роста, можно сказать. и поэтому если мы можем уяснить эти советы, относиться к ним с отвагой, с открытым умом, то нам не нужно чувствовать, что это что-то осложняет для моего духовного роста, вместо этого это может очень способствовать Практика всех бодхи-сат отбросит заботы этой жизни, поскольку друзья и родные, которых мы давно знаем, все должны будут пойти своей дорогой. Богатство и имущество, дорогое сердце, добытое с таким трудом, нужно будет оставить, и сознание, гость, проживающий в теле, должно будет его оставить. Так самое большое отличение из всех, конечно, здесь говорится, здесь довольно просто это понять. Может быть, субъектами нашего отличения может быть все это, или что-то из этого, или не что из этого. Но это общие ориентиры, каждый из этих факторов может превратиться в какую-то форму отвлечения, конечно, и поэтому каждый из нас должен об этом размышлять, принять к сведению. Мы не можем сказать, что нам нужно, что это просто нужно отбросить, а нам нужно смотреть, что действительно отвлекает именно меня. Конечно, фундаментальное отвлечение — это страх потерять что-то, страх потерять то, что нам кажется ценным, что нам кажется редким, и поэтому в конечном счете то, что мы концептуально верим, больше всего это наше эго, все начинается с этого. И пока стоит этот столб, пока он остается, остальное окружение, антураж сопутствует ему, тогда, конечно, нужно какое-то имущество, друзья, семья, знакомые, все это. Конечно, этому сопутствуют также такие концепции, как власть, удача, слава и так далее. Может быть, как я говорил раньше, это действительно в наших руках, хотим мы пробудиться, если мы хотим пробудиться, то мы должны быть готовы, это нельзя сказать как-то просто, легко, мы должны быть готовы, назовем мы это эго собой или чем бы это ни было. То есть требуется от него требуется быть способным все отпустить в любой момент. И тогда вы можете достичь то, что называется просветление. И поэтому пусть вас не обескураживает, когда вы это читаете, это не какие-то расстраивающие новости, или, может быть, иногда нам нужна депрессия, расстройство для того, чтобы, может быть, не депрессия, а какое-то волнение, беспокоиться для того, чтобы встряхнуться. И если эти новости приходят к нам таким образом, тогда может быть, все в порядке. Может быть, это в конце концов не так плохо. Но вот в чем дело. эго, вы пытаетесь моего очистить или нет, прежде всего, его никогда не было. Это общий способ описания его. Другой способ, от него никогда нельзя избавиться. Поэтому нет смысла делать что-то относительно его, относительно него, потому что по обеим причинам логично просто его отпустить, оставить. с точки зрения, когда мы говорим семья, друзья, мы не говорим о действительных родных и друзьях, потому что если мы действительно их всех бросим, наверное, это может стать отказ от Буддхичида или что-то такое, и возникает противоречие, потому что мы должны заботиться не только о родных и друзьях, но мы должны заботиться о всех существах, верно? И все существа, в крайшем счете, это одна большая семья, один большой друг, и поэтому очевидно, что тхарма или путь учения не требует от нас бросить их. Логика здесь такая же, потому что все существа, вся семья или друзья, или эго, либо их никогда не существовало, либо они всегда есть, и мы от них не сможем избавиться. И поэтому это хорошая новость. очевидно, мы не говорим, что нужно что-то отсечь, всех отсечь, и замкнуться, запереться. Дело вовсе не в этом. Просто иногда мы находимся среди наших друзей, среди наших родных и друзей, и это слишком близко, и мы не осознаем, что они для нас значат, что я для них означаю, что они для меня означают. У нас просто нет способа это понять, потому что это слишком близко. И поэтому нужно опять-таки встряхнуться, и поэтому нужно получить правильную дистанцию для того, чтобы вы может быть не дистанцию, а наоборот. И уединение как раз это и делает, обеспечивает. Иногда вы никогда не замечаете, какие у вас есть программы в телефоне, пока вы не начинаете путешествовать, и тогда вам становится скучно, и вы вдруг натыкаетесь на них, и начинаете их использовать, и находите это весьма интересную. Угарственная аналогия, но тем не менее, бывает так, когда мы не осознаем, какие неоценимые сокровища у нас есть вокруг нас, и требуется какая-то форма, может быть, дистанции, или времени, или пространства, для того, чтобы это понять, и поэтому уединение имеет свое качество, свои полезные качества. Но, конечно, если неправильно к этому относиться, относиться к этому, как сделать такой длинный отпуск и убежать из дома, здесь есть такая тонкая грань. Поэтому это так. И то же самое касается того, что сознание — это гость, который должен его со временем покинуть. Здесь то же самое. либо тела никогда не было, либо оно всегда было, неважно, здесь то же самое. Но если ум становится экстремистом и верит в то или в другое, и у него нет полной картины, тогда это становится причиной огромного беспокойства и, естественно, развивается потребность прицепиться к чему-то, привязаться. И тогда смерть становится ужасной. Смерть становится ужасно, невероятно пугающей и ужасной. Но если мы можем подготовиться, если мы можем уже подготовиться к этой разлуке ума и формы расставанию, то есть к тому, что это возможно, то в этом нет ничего негативного, это естественно. Все когда-нибудь разойдется, расстанется одно с другим и автоматически это приносит больше красоты, прелести и самые ужасные ситуации превращаются во что-то стоящее. И смерть становится чем-то прекрасным. Как дига всех бодхисаттв избегать вручительных друзей, в общении с которыми три яда ума усиливаются, и мы тогда все меньше занимаемся изучением, размышлением и медитацией, вследствие чего любовь и сострадание ослабевают до того, что от них ничего не остается. Итак, мы начинаем поиск этого плохого друга. Это может быть кто-то с рогами и хвостом, может быть, с крыльями, я не знаю. или это может быть какой-нибудь дух, или это может быть в форме друга, в форме члена семьи, все что угодно. Но опять-таки, для начинающих, когда они вступают на путь, очень важно иметь какие-то ориентиры, иначе они будут чувствовать, будто они повисли в воздухе и не знают куда им двигаться. И поэтому, хотя это всего лишь временно, мимолетно, но в начале, если у нас не будет нескольких ориентиров, то этот временный опыт может ощущаться как так, будто вы повисли пространство навсегда. И для того, чтобы помочь начинающим, чтобы они могли выйти из этого состояния запутанности, есть вот такие основные ориентиры базовые, где мы находим смелость видеть в данном случае в нашей постоянной жизни, конечно, у нас есть различные друзья, различные родные, различные люди в нашей жизни, которые, конечно же, врождённо чистые, природа их добрая, щедрая, но тем не менее в контексте духовного роста, в контексте желания пробудиться, некоторые из этих друзей и родных, которые у нас есть, возможно, они не осознают, что нечто такое существует, то есть они возможно, что они не осознают, что пробуждение возможно, и они так долго на определенной поколении культурно обусловлены таким образом, что единственное счастье или чувство счастья или чувство заботы для них это гнаться за словами, гнаться за концепциями, гнаться за числами, и чем больше чисел у тебя или чем меньше чисел у тебя, это главное. И вот такая компания, такой круг, такие друзья или родные в данном контексте как ни печально плохие друзья. Потому что и поэтому у нас должна быть смелость для того, чтобы быть бдительными, достаточно бдительными, для того, чтобы это видеть. Конечно, нам не нужно развивать к ним ненависть или злость, по крайней мере, нам нужно это распознать, сначала вы защищаете себя в данном случае, кто старается стать как бы телом, для того, чтобы спасать людей от драм, вам нужно от того, чтобы они утонули, вам нужно самому научиться плавать сначала, и в данном случае рекомендуется, если возможно, конечно, держаться на здоровой дистанции, так, чтобы не было такое вещи, как очень сильное влияние мирских дел, и поэтому для бодхи-садв очень важно это понять, увидеть этих друзей, но держаться на дистанции не означает, что у вас нет к ним сочувствия, вы о них не заботитесь, они для вас вообще не важны, фактически это как раз наоборот, защищая это время, это драгоценное время, это возможность, которая у вас есть, вы, в свою очередь, поможете им, то есть, в свою очередь, вы станете их действительным другом, настоящим другом, если же вы будете наивными в этой ситуации, и не будете обращать внимания на это, то возможно, что не только они утонут, но они вас за собой затянут, и возможность будет утрачена. И вот в таком контексте важно, даже если мы мало что можем с этим поделать, по крайней мере, мы осознаем, и меньшее, что мы можем делать, это совершать молитву, пожелания, самое наименьшее, что мы можем делать. По крайней мере, как минимум, замечать это, замечать, что это совершенно новое, в том, как есть бесчеты множества существ, не говоря уже о том, чтобы освободиться от этой несвободы, но у них даже нет пространства осознать, что они несвободны. И мы удачливы, что мы настолько далеко продвинулись, и поэтому нам нужно радоваться, даже если мы мало что можем с этим поделать. Конечно, важнее всего не поддаваться отчаянию, потому что мы мало что можем с этим поделать. по крайней мере мы можем делать пожелания, мы знаем, как сильны пожелания. Для чего важно заметить, увидеть эту ситуацию и возможность держаться на здоровой дистанции, так, чтобы мы могли бы дать время нашим качествам вырасти. Когда они полностью вырастут, наши качества, тогда самобладания, целостности, тогда мы можем ходить среди них и ходить, разговаривать с ними, и нас не будет ничего затрагивать, а наоборот наши хорошие качества будут им передаваться. Поэтому есть некоторые вещи, о которых нам нужно помнить. Может быть, они немножко такие жесткие, но некоторые меры нам нужно принимать. Практика всех бодхаттвов — ценить духовных друзей, считая их драгоценными больше, чем даже собственное тело, поскольку именно они помогут нам избавиться от всех наших недостатков и позволят возрастать нашим дроподетелям, подобно растущей луне. Итак, одновременно, как только мы наблюдаем и смотрим, какие у нас друзья, какие у нас могут быть вредные друзья, автоматически мы будем замечать противоположное, то есть кто для нас полезен, кто для нас не вреден. Мы будем их замечать, и если мы будем их замечать, мы, независимо от их пола, независимо от их, откуда они происходят, какое у них воспитание, какая у них история, мы будем их ценить, потому что от них, может быть, у них и непростое прошлое, но может быть, именно это непростое прошлое привело этого человека к такому уровню роста, и поэтому если мы будем ценить таких друзей, опять-таки их качества будут передаваться нам, и поэтому сейчас, конечно, это становится немного деликатным, щекотливым, вот таким образом мы становимся зрелыми, когда я говорю зрелыми, я не хочу сказать, что мы должны отказаться от нашего ребячества, мы не можем больше веселиться, сейчас нам нужно делать только взрослые вещи, нам нужно отказаться от всех тематических парков развлечений, и от конфеток, и так далее, от сладостей, чем больше мы прибуждены, тем интереснее все будет становиться, и игровая площадка расширяется тогда, а иначе, если мы не вырастаем, то, конечно, у нас есть воспоминания о нашей игровой площадке, но они очень ограничены, если же мы способны расти духовно, созревать духовно, тогда вот эта игровая площадка становится больше, и больше, и больше, и поэтому становится все более интересным, например, вот игры, в которые мы играем, когда мы совсем маленькие, и затем, когда мы достигаем полувозрительности, эти игры становятся более сложными и передовыми, и здесь точно так же духовность — это следующая игровая площадка, и она очень большая, и она не просто большая, она безграничная. Там есть мандалы Будд, это лучшая игровая площадка, где можно проявлять все чудесные и прекрасные вселенные и так далее. Это учение вовсе не говорит о том, что вы должны стать взрослыми и начать хмуриться сердиться вместо этого. Если мы способны развить немного осознанности, тогда мы начнем замечать средства, которые будут помогать нам пробудиться. Что случилось? уже пора заканчивать? нам остается еще несколько страниц. но мы хорошо провели время, да? аплодисменты. В любом случае, если вы это причинаете, вы все поймете и сами. Я не слишком беспокоюсь. Просто выработайте привычку читать все подобные книги время от времени. Мокша, освобождение или просветление, это очень просто, очень легко. Это на самом деле проще простого. Об этом даже не нужно беспокоиться. Посветление, с ним все в порядке. Единственное, что нам нужно сделать, это преодолеть несколько слов, и все. И поэтому это не потребует никаких усилий вовсе. Все, что нам нужно сделать, как я говорил, это найти немного времени, перекусывать там и здесь иногда. И вы должны успеть заметить, как вы преодолеете слова, язык и концепции, и просветление как раз и будет перед вами. Ну, шутки в сторону. Реальность действительно такова. Это максимально истинно. Просветление, состояние Будды. Конечно, у нас различные странные слова, такие как природа Будды, Будда-природа, для того, чтобы немного смутить, запутать себя. У меня есть качество, но я все еще здесь, как бы так. Вот такая запутанность действительно создается в данный момент недостатком образования, знания, концепции. Конечно, мы уже половину пути прошли. Мы очень грамотны в работе с концепциями. С момента рождения до сих пор мы очень многому научились. Но еще остаются некоторые концепции, которые нам нужно освоить. И вот это мы сможем сделать благодаря изучению, размышлению и медитации, этим трем шагам. И благодаря этим трем инструментам, все, что нам нужно сделать, это охватить итоговый вариант 84 тысяч поучений. И это половина ваших слов, ваших концепций, и все. Поэтому никогда не беспокойтесь, что когда наступает какая-то трагедия, знайте, трагедия поразила концепцию не вас и не нас. Когда происходят несчастные случаи или аварии, когда, если мы стареем, если мы заболеваем, если мы умираем, там не о чем беспокоиться, потому что это просто слова, не более того. Действительное вы, действительное эго, либо оно никогда не существовало, либо оно всегда есть. И поэтому вовсе не о чем беспокоиться. Это вот такое заблаговременное сообщение, которое нам нужно, если мы начинающие, а если мы уже довольно хорошо искушены в этих формулах, то нам нужно просто напоминать себе об этом время от времени. И тогда мы будем знать, что все, что мы делаем, это находим еще несколько концепций для того, чтобы справляться с концепциями, и все. Тогда вы не будете чувствовать, что из-за именно вот этой трагедии, например, мы вдруг постарели, и поэтому моя жизнь исчезла, прошла, или потому что я заболел с какими-то симптомами. Не означает, что здоровья больше нет фундаментально. Это вот такой настрой, который нам нужен, и это и есть настрой Буддусаттвы. Помните об этом. Наслаждайтесь своим вечером. Мы вернемся сюда завтра и погрузимся, наверное, во что-то еще более интересное или менее интересное. О чем знать? Вы желаете она нам assemelсь на другую жизнь? Или не, наверное? Потому что, если я скажу так, может, может, половину эксплуатации придет, да? Малышку Костя может быть, а может быть, мы можем контролировать, но может быть, нет. То есть, вопрос, тебе. Окей. Спасибо. Мы накопили слишком много заслуги, поэтому нам нужно ее посвятить, отдать. Итак, давайте все возьмем только 5 минут, и потом мы будем дедикатировать мероприятия. Продолжение следует... 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 большое спасибо